Здравствуйте! В эфире новости стран Центрально-Азиатского региона. В студии Артём Кендешев и прежде коротко о главном. Почти 4 миллиарда долларов государству векселя, найденной в частном банке Кыргызстана, переданы властям. 9 лет строгого режима в Таджикистане за причастность к религиозной экстремистской организации осудили мать троих детей. Опасный груз под охрану и контроль. В Узбекистане вступили в силу новые правила перевозки взрывчатых веществ. Первый вице-премьер Кыргызстана Амурбек Бабанов заявил о временном сложении полномочий. На месяц. Ранее парламентская фракция Таджурд выразила ему вот ум недоверия. Глава правительства подписал соответствующее распоряжение уже через час после того, как Бабанов публично озвучил свое решение. По его словам, это сделано для того, чтобы избежать дестабилизации политической обстановки в республике. В начале апреля экс-генпрокурор Кубатбек Байболов, выступая в парламенте, выдвинул целый ряд обвинений в адрес первого вице-премьера. На следующий день, в четверг, депутаты создали спецкомиссию. Ее задача – выяснить причастность Бабанова к коррупционным схемам и рейдерским захватам. Векселя почти на 3 миллиарда 800 миллионов долларов осенью обнаружены в одном из банков Кыргызстана действительные и теперь переданы в собственность государства. Об этом заявила генпрокуратура республики. Сумма почти в три раза больше годового бюджета страны. Детали в репортаже из Бишкека. Кыргызстану, похоже, крупно повезло, иначе переход государству векселей на 3 миллиарда 700 миллионов долларов назвать нельзя. 380 ценных бумаг номиналом 10 миллионов каждая были изъяты из ячейки Юникредитбанка у некого бизнесмена Атабекова осенью прошлого года. Он якобы незаконно ввез бумаги в Кыргызстан. Генеральная прокуратура тогда возбудила уголовное дело по статье «Легализация доходов, полученных преступным путем». Сумма в векселях указана заоблачная. Она примерно в три раза превышает годовой государственный бюджет. Как сообщили в генпрокуратуре, бумаги выпущены Национальным банком Казахстана под месторождение титано-редкоземельных ископаемых в Кастанайской области. Ликвидность бумаг подтверждена специальной экспертизой. Атабеков, в свою очередь, в период с 2004 по 2009 годы из Республики Казахстан с целью уклонения от уплаты таможенных сборов путем сокрытия таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение через таможенную границу Кыргызской Республики, перевез указанные ценные бумаги и хранил их в последнее время в этой ячейке. Однако векселя на миллиарды вовсе не то же самое, что деньги. Процедура их обналичивания сложная. Тем более, что на обнаруженных бумагах нет специальной отметки третьей стороны, которая берет на себя ответственность за исполнение векселя. Банки не станут давать залог под эти векселя. Выход есть. Найти инвестора, который захочет купить ценные бумаги, теперь как бы принадлежащие Кыргызстану. Или самим заниматься разработкой месторождения. Эксперты не видят в появлении загадочных векселей ничего необычного. Недаром республику называют химчисткой. Через Киргизию отмывались, прогонялись чудовищные деньги. Вот Максимовские все эти банки, Белоконь, Латвия и так далее. Поэтому часть из них могла здесь лежать просто на ответ хранении. Для того, чтобы потом в любой момент подать. Они все-таки постараются затягивать. Ну а сама цель, конечно, ну кто такой для них Киргизия? Это вообще ничего не выплачивать. Если они согласятся, они будут выплачивать все. Если не согласятся, они даже на часть не пойдут. Потому что признание части вины – это признание всего. Интересно то, что Национальный банк Кыргызстана вместе с Министерством финансов заявляют, что не имеют никакого отношения к векселян и отказываются комментировать их дальнейшую судьбу. Константин Конкин, Айбек Кульчуманов, Бишкек, Кыргызстан. Девять лет колонии строгого режима. Такой приговор районный суд вынес жительнице севера Таджикистана Хабибе Хафизовой. Мать троих детей признана виновной в причастности к запрещенной экстремистской организации Хизбут-Тахрир. Она суждена по статьям за публичные призывы к изменению конституционного строя страны, участие в деятельности запрещенных политических партий и религиозных объединений. Суд посчитал, что ее вина доказана, как и то, что женщина привлекала в ряды организации жительниц своего района. Пять лет назад она была задержана по подозрению в причастности к незаконному движению, но ее отпустили под подписку о невыезде, учитывая то, что у нее малолетний ребенок. Однако Хафизова переехала в Душамбе, где отбывает наказание ее муж, также осужденный за членство в запрещенной религиозной организации. По официальным данным, за год в стране задержано более ста адептов исламского движения Узбекистана, Хизбут-Тахрир, Джамат-Таблиги и других радикальных течений. Осудить на 9 лет мать троих детей – это за гранью человечности и религии. Ее дети несовершеннолетние. И сегодня, когда государство возлагает всю ответственность на родителей, как будут они жить дальше, в то время как отец и мать находятся в заключении. В интернатах и детских домах они не получают должного воспитания. По законодательству Таджикистана фермерские хозяйства обладают юридическим статусом, но на деле их права во многом ограничены. Неспособные самостоятельно решать финансовые вопросы и распоряжаться своей землей, земледельцы просят парламентариев предоставить им подлинный юридический статус, чтобы защищать свои права на законном основании. Но эксперты считают, что и в этом случае рассчитывать на серьезные изменения в отношении к фермерам не стоит. Таджикские аграрии просят депутатов облегчить их участь и узаконить возможность предоставления им статуса юридических лиц. По действующей стороне системе они не обладают правом самостоятельно распоряжаться переданной им землей. Кроме того, фермеры не могут самостоятельно решать финансовые вопросы. Мы можем только по своему желанию сеять культуру, а на другое никаких прав нет. Дехканин не может самостоятельно использовать то, что находится на базе хозяйства, технику, реализовать продукцию. Если предложение поддержит парламент, то статус земледельцев повысится. Они смогут сами брать в банки кредиты или договариваться с каким-либо предприятием о поставках продукции. Тем самым дехканские хозяйства поднимутся. Эксперты считают, что к внедрению нового документа прежде всего должны быть готовы сами фермерские хозяйства. Земледельцам надо не только знать свои права и обязанности, но и уметь их отстаивать. По официальной статистике, в сельскохозяйственном производстве занято около 70% населения страны. Сегодня земледельцы не могут воспользоваться своими правами. Они находятся под давлением властей, которые вынуждают их продавать урожай по заниженным ценам. Дехканин терпит убытки, и никто их не восполняет. Я думаю, что принимать новые правовые документы и не стоит, если законы будут четко работать. Реформы в аграрной отрасли идут около 10 лет, но при этом система управления хозяйствами остается практически без изменений. И значительная часть прописанных в законодательстве прав и свобод земледельцев по-прежнему не работает. Галина Трошина, Саид Шадиев, Эхсон Ибрагимов, Сагдийская область, Таджикистан. Бензин в Таджикистане подорожал более чем на 10% всего за пару дней. Теперь литр стоит доллар и 10 центов. На автозаправках в Душамбе омский бензин марки А95 не опускается ниже этой отметки. Крупные поставщики топлива связывают это с увеличением мировых цен на нефть, повышением России экспортных таможенных пошлин на светлые нефтепродукты, а также ростом тарифов на транзитные железнодорожные перевозки со стороны Узбекистана. На данный момент основным поставщиком горюче-смазочных материалов в Таджикистан выступает российская компания «Газпромнефть». Она занимает более 60% рынка. Несмотря на привилегированное положение этой компании, российское правительство не идет на уступки в плане снижения экспортных пошлин для Таджикистана. Высокие пошлины ввели прошлой весной, а с апреля этого года ставки поднялись еще на 40 долларов. С каждой тонной теперь берут 284 доллара. Продолжительные переговоры двух правительств пока никаких результатов не принесли. Между тем, подорожание горючего уже вызвало рост цен на продукты питания. В Узбекистане вступили в силу новые правила перевозки опасных грузов. Перевозить их можно только при наличии специального разрешения от МВД, подвооруженной охраной органов внутренних дел и при сопровождении патрульными автотранспортными средствами. При этом сопровождать автомобиль должен представитель компании-перевозчика, знающий свойства опасных грузов и умеющий обращаться с ними. Схема марширота согласовывается с компетентными органами. По остановлениям утвержден список грузов, считающихся опасными в соответствии с требованиями международных норм. Это взрывчатые материалы, газы, сжатые, сжиженные и растворенные под давлением, легко воспламеняющиеся жидкости, твердые вещества и так далее. Спасти здоровье живым в Таджикистане разрешили использовать органы погибших людей для пересадки больным. Незаконные факты трансплантации человеческих органов будут пресекаться специальные комиссии, которые обещают создать в ближайшее время. В ее компетенции будет выдача разрешений на использование донорских органов. Абдулхай Амиров борется за жизнь. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительно. Пять дней назад ему пересадили почку. Его донором стала 19-летняя племянница. Боли в почках мучили меня 10 лет, особенно последние два года. Много лечился, но безрезультатно. Посоветовался с родственниками. На операцию за рубежом нужны большие деньги. Племянница совершила мужественный поступок. Поставив под угрозу свою жизнь, она спасла. Майю. 58-летний преподаватель из Душанбэ не первый в Таджикистане, кому провели сложную операцию по трансплантации почек. Правда, из 10 таких, только 8 оказались удачными. Два пациента скончались через несколько дней после хирургического вмешательства. Все эти операции были сделаны бесплатно при поддержке правительства и Министерства здравоохранения. Проблемы с лекарствами были решены при помощи международных организаций. Я лично провел пятую операцию. Слава Богу, все прошло нормально. На риск ради спасения жизни близкого человека в стране пока идут только родственники. Но лиц, нуждающихся в помощи, намного больше. Проблема с дефицитом органов сегодня осложняет работу медиков. В связи с этим Министерство здравоохранения страны выступило с инициативой использовать органы погибших людей. К примеру, произошла авария, человек погиб, прежде чем использовать его органы. Будет проведена работа комиссии. Лишь после ее заключения можно делать пересадку. Но все это должно проводиться оперативно в течение часа-двух. Потом это зависит от законодательства. Мы решили, что это благоугодное дело, и вопрос должен решиться положительно. Мы удачно пересадили почки восьми больным, и они живы. Со следующей недели операции будут проводить в Национальном научном центре трансплантации человеческих органов. И делать это будут за деньги. В среднем пациенту надо рассчитывать на 10 тысяч долларов. Минздрав готов оплатить только пятую часть этой суммы малоимущим пациентам. Абдурахмон Рахмонов, Анатолий Борисов, Наталья Ли, Душанбе, Таджикистан. Как обойти цензуру в интернете? Американская организация Freedom House выпустила памятку для пользователей, где описала наиболее эффективные пути обхода блокировки интернет-изданий. Особенно полезным это окажется по версии авторов для жителей Туркменистана и Узбекистана. Всемирная паутина в этих странах находится под жесткой цензурой, блокированы десятки сайтов. Все это, по мнению специалистов, делается для комфортного пребывания во власти руководителей этих государств. В отчете подчеркивается, что советы помогут избежать цензуры в интернете, но никак не смогут спасти от преследования со стороны спецслужб. А это явление в Туркменистане и Узбекистане является нормой. На этом все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий в Центральной Азии. Всего доброго!